итак всем привет с вами консорда и сегодня мы продолжаем изучать игровой движок на real development и сегодня я хочу сделать такое небольшое дополнение к предыдущему уроку по интерфейс и так я вам не рассказал откуда запускать и как найти вот этот ярлык удикой editor то есть его на рважном столе может не быть хотя может кого то есть но я все равно сделаю как его добавить на рабочий стол значит заходим в пуск и тут как бы все программы есть нажимаем и прописываем диктей и у нас он находит вот получается и диктей не так и диктей и он необходимо отправить на рабочий стол то есть создать ярлык из мы отправляем и диктей это сам редактор и диктей гэм это лаунчер который будет запускать наши карты так ну давайте все таки запустим наш эдитер у нас запускается с нашей кореневой папки и тут может вас лучше не обновлять его просто на к страну нажимаете да и да и все если нужно будет обновить просто скачать новый потому что может начнется глюки там с пэкаджем и все такое дальше и давайте познакомимся с нам навигации ей значит а именно то есть передвижение по уровню зажимаем правую кнопку мыши мы как бы управляем камерой и используя кнопки управления обычные в а с д то есть добавил эй синий то есть мы можем летать по уровню и управляя мышкой рассматривать его то есть вот так вот то есть мы летаем кружность то есть как по обычному дальше теперь познакомимся с окнами проекции ну для начала давайте какой нибудь пару предметов добавлю с контент браузера то есть мы просто берем предмет и притаскиваем вот сюда то есть сколько хотим и вот вот это окно проекции нажимаем restore deport и у нас появляются такие вот интересные окна проекции то есть нажимая выделяя их мы можем полностью осматривать то есть если мы выделяем здесь то мы перемещаемся здесь то есть в зависимости от окна то есть будет изменяться то есть это у нас это понял вид left это top и это right то есть мы можем выделить и выделяют эту функцию то есть при движении можем двигать вот предмет видите у нас он передвигается и чтобы вернуться в исходное положение нажимаем опять клавишу то есть вот так вот переходим можем сделать тут так же самое весь экран то есть полностью управление и дальше теперь давайте познакомимся с клавишами и как control z этот а вот и так далее значком провоза это как во всех программах мы отменяем предыдущее как бы на действие дальше клавиши alt и притаскиваем мы можем сажимая клавиши alt копировать объекты то есть выделяя этот припустим мы не можем только копировать от builder брашер и все остальное дальше control s это сохранить карту то есть control c control v это копировать вставить то есть control c control v то есть мы копию просто создаем но конечно проще альт так дальше и еще есть клавиши дальше есть такая клавиша control плюс alt и зажимая клавишу мы можем вот такая у нас рамочка красная появляется и все что в нее попадаем мы можем выделить то есть это у нас все практически вот мы перемещаем двигаем то есть вот так вот мы можем перемещать и двигать дальше левая кнопка мыши мы можем также двигаться дальше теперь основной world properties чтобы зайти на строке мимо нужно нажать ее про пропис и тут у нас появляется такое окошко у нас пока что все закрыто значит давайте снимем гейм тайп и тут есть дефолт гейм тайп и пау дефолт тайп фор пай значит выделяем здесь дат матч но просто продемонстрирую как бы вообще как начать играть значит выбираем дат матч припустим то есть кто знает что такой режим есть андреал торнамент значит вот вот это кого джойстик типа джойстика это у нас плеер старт мы можем нажать клавишу play this lever в эдитер винду то есть ему появится с этой точки 8 раз мы появились то есть мы отдельно мы появляемся ему может выходить стрелять то есть физика все присутствует вот клавиша f то можем покупать но просто играл в андреал торнаме тут думал разберется как тут вообще все делается так и выходим с этого кальша escape ну или же второй вариант то есть например мы хотим вот здесь вот начать до нажимаем право кнопку мыши и вот кнопочка play from here и вот мы появляемся на этом блоке то есть вот так вот так в принципе на этом урок подходит к концу подписываемся на канал если хотите посмотреть больше видео оставляйте комментарии спасибо за просмотр с вами был консорда пока